О самых актуальных событиях в жизни региона прямо сейчас в студии Алексея Шевченко. Здравствуйте, коротко о главных темах выпуска. Дополнительные инвестиции в Преамурии создадут крупнейший на Дальнем Востоке газохимический кластер. Без пробок не обойдется, в Благовещенске стартует ремонт путепровода по улице Загородной. Постоянный запах гари и холод в квартирах. После пожара жильцы многоквартирного дома в широком живут в экстремальных условиях. Вернулся домой спустя почти 80 лет. В свободном перезахоронили останки солдата, погибшего в годы Великой Отечественной. В Благовещенске начинается ремонт путепровода по улице Загородной. Частично перекрывать движение здесь начнут с 22 февраля. Уже в конце марта «Виадук» полностью закроют для движения. Напомню, по результатам технической экспертизы объект находится в предаварийном состоянии. Что будет сделано, узнала Ольга Сысой. Более 30 лет этот путепровод является одной из главных транспортных артерий областной столицы. Его построили еще в 1988 году. С тех пор капитального ремонта здесь не было. Необходимость назрела три года назад. Специалисты дважды делали экспертизу. Результат – конструкция находится в предаварийном состоянии. Под путепроводом расположены железнодорожные пути. Составы проходят разные. Где-то не соблюдается габарит. И несущие конструкции путепровода, балки, составы разбивают. Подготовка к ремонтным работам стартовала в начале февраля. Подрядчик провел лесосводку, демонтажные работы тротуара и плит откосов. Уже 22 февраля приступят к основному ремонту. В 8 утра перекроют 175 метров путепровода, откроют временные дорожные знаки, выставят барьеры и оградительные световые маячки. Все работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На эти цели было направлено 108 миллионов рублей. «Работа будет выполняться по замене балок, которые находятся в аварийном положении. Будет поднятие балок, которые остаются старые. Усиление этих балок. Будут выполнены работы по ремонту подъездных путей к самому мосту и ремонтной работы откосов». Автомобильное движение пока будет осуществляться по одной стороне в оба направления. Однако к концу марта путепровод закроют полностью. Водителям предлагают альтернативные маршруты. Добраться в центр города можно будет через улицы Мухина, Калинина, Театральную и Чайковского. Ремонт путепровода планируют завершить в октябре 2020 года. К этому времени конструкция поднимется на 50 сантиметров. Ольга Сысоя, Андрей Белый, Амурское областное телевидение. Из-за закрытия границы в связи с коронавирусом в Благовещенске резко сократилось число торговцев из Китая. Они попросту не смогли вернуться в Россию после новогодних каникул. Базы, где вели свой бизнес предприниматели из Поднебесной, заметно опустили. И когда они вернутся, непонятно. С 20 февраля стали действовать более жесткие ограничения по въезду в нашу страну китайцев. Многими отделами на базах «Космо», «Амур» и «Дружба» владели китайские предприниматели. Здесь по оптовым и розничным ценам они реализовывали продукты питания, фрукты, овощи, сувенирную продукцию, галантерею, игрушки. Сейчас базы пустуют, изредка можно увидеть иностранных торговцев. И от телекамеры они усердно прячутся, надоело внимание прессы. Отделы стоят закрытыми, либо товар реализуют русские продавцы. Ну сейчас таковое видим, никого сейчас нет. Меньше, меньше. Народу меньше. Которые уехали в Китай, уже не вернулись. У них отделы закрыты. В китайских торговых центрах помноголюднее. Если пару недель назад была закрыта треть отделов, то теперь их число сократилось. Но вот нового поступления товаров нет. Распродают то, что хранится на складах и успели завести ранее. Цены при этом не задирают пока на прежнем уровне. В Амурской области создадут крупнейший на Дальнем Востоке газохимический кластер. Его резидентами могут стать как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса. Активизировать работу в этом направлении поручил губернатор Василий Орлов, сообщает пресс-служба правительства региона. Создание кластера позволит организовать новые производства в области. Базой станут уже строящиеся в регионе предприятия. Втор свободный уже возводят Амурский ГПЗ, а скоро начнется строительство Амурского газохимического комплекса. Сейчас эти предприятия формируют основной приток инвестиций в регион. Специалисты Министерства экономического развития и внешних связей отмечают, что концепция газохимического кластера предполагает на начальном этапе участие крупных региональных российских и международных инвесторов. Однако в дальнейшем при помощи мер господдержки полноценными участниками могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства. Это в свою очередь повлечет создание новых рабочих мест и повысит благосостояние региона в целом. Проект планирует рассмотреть на ближайшем заседании наблюдательного совета по развитию территорий опережающего развития в Амурской области. Он пройдет в конце февраля 2020 года. Просыпаться от холода, круглосуточно дышать запахом гари и с тревогой ожидать приближающиеся весны. В такой ситуации сегодня оказались жители одного из многоквартирных домов поселка Широкий. За помощью люди обратились в нашу редакцию. В сложной коммунальной истории разбирался Евгений Вдовенко. Такой экстремальной зимовки пенсионерка Вера Емелева и не припомнит. В деревянном восьмиквартирном доме по улице Шахтерской она проживает с 1981 года. Говорит, все было хорошо, пока в январе 2020-го в соседней квартире не случился пожар. Из-за ЧП пострадала крыша и стены здания. Батареи горячие. Я не скажу, что топят плохо. Топят хорошо. Но в квартирах тепло не держится. Сейчас вот начнется таять снег. Крышу до сих пор не кроют. Начнется таять снег. Начнется все вот это туда капать. На потолок. Естественно, моя квартира первая пострадает. В администрации Райчихинска, в чем ведении находится поселок Широкий, о проблеме жильцов знают. Однако, пока сделать ничего не могут. Ждут марта, когда состоится заседание местного совета депутатов, где планируется рассмотреть этот вопрос. Проблема все-таки в средствах. Чтобы необходимо изучить вопрос о выделении средств, найти какие-то точки, откуда можно взять эти средства и приступить к работам. Я уже не раз говорил, что составлена дефектная ведомость. Смета есть на порядка 120 тысяч. Жильцы переживают, что их дом рухнет раньше, чем депутаты соберутся на сессию. Уж слишком угрожающе выглядят и его покосившиеся стены, и дырявая крыша, говорят жители. При этом специальная комиссия условия проживания бараки признала вполне пригодными. Более того, даже жалобы на низкие температуры в квартирах специалисты опровергли. Провели замеры при помощи современных приборов. То, что вы замеряли приборами, понимаете, это... А вы как замеряли? Я термометром замерял. Снятые ранним утром показания термометра с данными комиссии расходятся почти на 20 градусов. Впрочем, этому, по словам жильцов, есть объяснение. Комиссия приехала после обеда, во-первых. Когда дом уже нагрелся плитами, чайниками, да и уже как бы солнце вышло. Мы вот всю зиму ходим в теплых тапочках, в теплых носках. Вот когда холодно было, мы забыли, что такое, я извиняюсь, нижнее белье. Мы спали одетые. Стоит отметить, что в администрации Райчихинска жителям барака предложили альтернативное решение – переселиться в другое жилье, так называемый маневренный фонд. 13 января мы письменно уведомили жителей то, что мы готовы предоставить квартиры по переселению, если их не устраивает в данном доме. Ну, жителями было дано отказ, так как они представляли возможность, что их переселят новые квартиры. Потом мы повторили письма жителям 22 января. Ну, на данный момент пока жители отказ. Две квартиры, вы предлагали Крылова 6 и 8, там вообще развалившиеся дома. Но дело в том, что у нас предлагает жилье, которое горело. Чем завершится история, пока непонятно. Ясно одно – своя правда в этом конфликте есть у каждой из сторон. Жители опасаются, что здание до обещанного ремонта не доживет, но переезжать квартиры, которые не удовлетворяют их требованиям, люди не хотят. В свою очередь власти провести ремонт здания, не имея на это средств, не могут. А другого жилья для переселения погорельцев в маневренном фонде поселка просто нет. Евгений Вдовенко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. В Преамурье назначен новый председатель областного суда. Им стал Олег Васильев. Указ о назначении 20 февраля подписал президент России Владимир Путин. Олег Васильев родился в 1973 году в Бурятской АССР. В 1999 окончил АМГУ по специальности юриспруденция. Работа в системе начал с должности помощника председателя областного суда. В 2001-м был назначен судьей Благовещенского городского спустя 5 лет Амурского областного суда. А с 2009 года занимал должность заместителя председателя. Полномочия предыдущего руководителя Сергея Семенова истекут 16 марта. В этой должности он отработал 20 лет. Последние воинские почести красноармейцу Николаю Беседину отдали в свободном. Простым солдатом он был призван на фронт в начале Великой Отечественной войны. Уже через полгода военных действий числился без вести пропавшим. Почти 80 лет родные и близкие ничего не знали о судьбе Николая. Благодаря поисковикам отряда «Долина» из Новгородской области останки амурчанина были обнаружены в августе прошлого года и переправлены на его родину, где героя перезахоронили со всеми воинскими почестями. Подробности у Юрия Камышного. Мне кажется порою, что солдат С кровавок не пришедшие пари Не в землю нашу Он вернулся домой спустя почти 80 лет. Земляки встретили погибшего в начале Великой Отечественной Николая Беседина как героя, отдав ему все воинские почести. Почетный караул, минута молчания и, конечно, государственный гимн. Останки Николая Беседина нашли возле села Рамышево Новгородской области, где в мае 42-го года шли ожесточенные бои Красной армии с немецкими захватчиками. Молодому человеку в то время исполнилось 19 лет. Еще мальчишка, но за полгода после призыва он уже дослужился до сержанта. Какими были его последние дни на фронте, уже никто никогда не узнает. Вот за эти полгода, которые он успел прослужить на фронтах Великой Отечественной войны, он уже получил воинское звание сержантом, был связистом. Это говорит о многом. За такой короткий промежуток времени ему доверили либо отделение, либо взвод, которым он командовал в ходе боевых действий. За хоронение Николая Беседина нашли новгородские поисковики. Рядом с останками был и медальон с его полными данными. Информация об отце, а также адрес, где жила семья. Город Свободный, улица Буденного. Волонтеры нашли родственников погибшего через социальные сети. Как выяснилось, родные долгое время не могли обнаружить никакой информации. Последняя пришла в 1946 году. В записке из военкомата значилось «Ваш сын без вести пропал в годы войны». Они сообщили нам такие данные, что он как бежал в бой, так вот он лежал. Ну, видите, им виднее, потому что они не первый раз встречаются с такими вот как бы моментами. И они говорят, что вот он лежал в этой ямке, когда они разделали раскопки, и не очень глубоко, прямо ничком. Вот, может быть, поэтому медальон немножко у него не пострадал так. Как рассказывает племянница Николая Беседина, дочь его родного брата, все это время родные не только искали информацию о своем близком, но и до последнего верили в чудо, что он жив, но по каким-то причинам не смог вернуться домой. По крайней мере, на это до последнего надеялась его мать. «Бабушка до последнего была надежда, она думала, что, может быть, он где-то в плену, это вот когда она ждала вот этого известия в 46-м году, вот когда оно пришло и без вести пропал, она думала, что, может быть, он где-то в плену, может быть, еще какие-то, может быть, в госпитале тяжелый лежит или еще что-то. Ну, тогда кто мог знать, что действительно, если бы не произошли вот эти раскопки в августе 19-го года, кто бы знал, что он лежит в этой ямке». Из Новгородской области останки красноармейца Беседина после торжественного прощания по желанию родственников отправили домой, в Амурскую область, в его родной город Свободный. Здесь о нем всегда помнили. Его имя среди многих выбито на обелисках в память о тех, кто не вернулся с полей сражений. Из 18 тысяч призванных свободенцев на фронте погибло более третья от этой цифры. «Он вернулся через, больше чем через 77 лет вернулся на родину. Я считаю, что это не только для нас уже, которые люди в возрасте, но и особо важно для нашего молодого поколения. Потому что именно наши дети и внуки должны знать, что та страшная война, которая была в 1941-1945 году, она унесла жизни миллионов наших сограждан. Миллионы жителей Советского Союза погибли ради нашей свободы, ради того, что мы имели право жить, расти своих детей». Еще одна история о судьбе советского солдата завершилась. Но, как говорят, война продолжится, пока не будет установлено имя последнего воина. Николая Беседина перезахоронили на местном кладбище, на участке, где покоятся его родные и близкие. Теперь они спустя почти 80 лет снова вместе. Юрий Камышный, Андрей Белый. Амурское областное телевидение. 50-я отдельная железнодорожная бригада, расположенная возле Свободного, отмечает полувековой юбилей. Это уникальное военное подразделение, способное в кратчайшие сроки развернуться в полевых условиях и устранить любые неполадки, нанесенные противником. Сегодня службу в этой бригаде проходят как срочники, так и контрактники. На что способны железнодорожные войска и какие задачи им приходится решать, бойцы показали в ходе очередных учений. Подробности в следующем сюжете. Одно из обязательных упражнений этих учений – укладка железнодорожного полотна. По легенде, часть пути была уничтожена противником. Восстановить движение нужно в самое короткое время – 100 метров за 15 минут. Весь процесс проходит в минусовую температуру. От того, как сработают железнодорожники, зависит многое. И главное – то, когда начнется продвижение основных войск и переброска вооружения и грузов. В военное время железнодорожные войска выполняют такую задачу, поэтому при случае разрушения железной дороги или участка, воины-железнодорожники укладывают участок пути по штатному предназначению. На учениях были отработаны и другие задания. К примеру, пробивание рельса для скрепки, эвакуация и ремонт техники. И параллельно вместе бойцам пришлось отбиваться от условного противника, который якобы напал на бригаду. Однако застать врасплох никого не удалось. Железнодорожная бригада работает как одно целое. В этом, говорят бойцы, и есть секрет их точной и безотказной работы. Сегодня службу в этой амурской бригаде проходят солдаты со всей России. Монтер пути Федор Малай приехал в Преамурье с Крыма. Сегодня парень всерьез подумывает над тем, чтобы после срочной службы перейти на контракт. Торжественное собрание, посвященное 50-летию отдельной железнодорожной бригады, пройдет в свободном 23 февраля. На мероприятия приглашены не только те, кто проходит службу сейчас, но и те, кто был в составе подразделения десятилетия назад. Ведь им есть о чем вспомнить и, конечно, кем гордиться. Валентина Абрамова, Юрий Камышный, Андрей Белый. Амурское областное телевидение. Большие возможности для будущей военной карьеры. В Амурском кадетском корпусе начали преподавать японский язык. Дополнительная дисциплина в учреждении появилась совсем недавно, однако уже пользуется популярностью среди учащихся. О том, как кадеты изучают язык жителей страны восходящего солнца, в материале нашего корреспондента. Уроки японского для воспитанников кадетского корпуса стартовали буквально в начале февраля. По два занятия в неделю. Желание получить дополнительные знания изъявили полтора десятка учеников десятых классов. Я хочу связать свою дальнейшую жизнь с военной службой и стать военным переводчиком. Ну, японский язык будет легче, чем английский. Там более простое произношение. По окончанию курса ученики должны научиться не только понимать устную речь, но и свободно общаться на японском, в том числе и на специализированные темы. Ведь эти знания могут стать серьезным бонусом в построении будущей военной карьеры. Они изучают на данный момент базовые знания, получают японского языка, и получив эти базовые знания, они уже начнут оперировать лексическим материалом, который соприкасается с военной тематикой. Правда, пока говорить об успехах ребят в изучении японского преждевременно. Но стоит отметить, все зависит не только от стараний учеников, но и квалификации преподавателя. А наставник у ребят хороший, говорят в Амурском министерстве образования. Эдуард Чухнов владеет сразу несколькими восточными языками. В Москве ему вручили орден «Звезда Отечества», а этот орден вручается за воспитание молодежи по гражданскому воспитанию гордости за свое государство. И поэтому он именно взял кадет, чтобы воспитать любовь к отечеству своему, патриотизм и дать знания японского языка. Кстати, он еще главной задачей своей ставит и развитие дружественных отношений между странами. Сам Эдуард Владимирович проводить занятия старается так, чтобы заинтересовать учеников экспрессивно и с желанием. Ведь если кадеты полюбят предмет, то и изучать иностранный язык будет легче. Тем более, что несмотря на кажущуюся простоту японского, настоящие трудности в его освоении кадетов ждут впереди. Особенно при изучении грамматики. Вначале японский язык всегда легкий. У всех и всем так кажется. Из-за того, что фонетика близка к нашей, немцы тоже легко учат японский язык. А вообще, в принципе, языки надо учить. Вы знаете для чего? Чтобы слушать, что о родине говорят. Между тем, сегодня в Амурском кадетском корпусе вдобавок к английскому, китайскому и японскому задумались и об изучении французского языка. Сейчас идет поиск специалистов, которые смогут адаптировать программу к запросам военных. Запустить новую дисциплину хотят уже с сентября текущего года. Евгений Водовенко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. На этом у меня все. Пересмотрите выпуск вы можете на нашем сайте amurobl.tv. Не забывайте посещать нашу страничку в Инстаграм. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова